Достаточно конкретную, ёмкую информацию по созданию места силы в своём доме. Потому что на самом деле наличие вот такого своего родного, близкого места силы, место, которое будет наполнять вас энергией, будет наполнять вас теплом, оно стоит достаточно дорого. Да, это действительно важно в нашей жизни. Я буду рада, если каждый из вас действительно с помощью понимания, с помощью навыка создания своего личного места силы в своём доме сможет действительно улучшить жизнь, наполнить её каким-то счастьем, какой-то гармонией, любовью, красотой и действительно наслаждаться тем, что будет в вашей жизни. Итак, друзья, что же такое место силы? Место силы – это, ну, вы наверняка как-то примерно это себе представляете, да, то есть это определённое место где-либо на Земле, которое обладает каким-то повышенным энергетическим потенциалом. Причём место силы может быть как позитивное, да, как энергетически положительное, так и энергетически негативное. В одном месте силы мы с вами можем чувствовать прилив сил, мы можем чувствовать энергию. В положительном месте силы мы наполняемся здоровьем, оступают какие-то болезни, исполняются желания. То есть это место на Земле, где существуют определённые тонкие выходы энергии, где выходящая энергия собирается в определённые пучки, концентрация этих волн достигает, ну, максимального значения, и человек, попадая в это место, действительно наполняется энергией, чувствует себя намного лучше. Наверняка у вас были подобные события в вашей жизни, да, то есть где, когда вы где-то были, куда-то отправлялись, вы чувствовали, что в определённых местах вы испытывали ощущение радости, ощущение комфорта, присутствия в этом месте. И такие места силы, они очень полезны для нахождения там человека. Когда человек попадает в такое место силы, он своего рода получает дополнительный заряд, дополнительный источник энергии, который его поддерживает, который даёт ему силы для реализации желаний. Более того, в таких местах принято загадывать желания, в каких местах принято делать какие-то посылы во Вселенную, да, то есть считается, что, допустим, разные места силы могут вплоть до того, что излечивать от бесплодия, восстанавливать здоровье, дарить счастье в личной жизни и тому подобное. И, в принципе, это действительно так. Это подтверждают сотни людей, которые обращаются к месту силы для того, чтобы реализовать какие-то свои жизненные желания, жизненные задачи. С другой стороны, местным силам называют и такие места, где, наоборот, идёт выход негативной энергии. В таком месте человек начинает болеть, в таком месте вы испытываете нехватку энергии, вы испытываете какое-то опустошение, желание побыстрее это место покинуть, да, то есть место, которое отторгает вас. То есть это негативное место силы. Таких мест силы лучше избегать. Но в нашей жизни как может случиться? Может случиться так, что, например, то место, где вы обязаны находиться по какому-то, ну, роду работы или жизни, возможно, это даже ваша квартира, возможно, это офис, где вы работаете, оно может являться своего рода местным силы для вас, негативным или положительным. И вот задача каждого человека – иметь хотя бы базовые знания, хотя бы базовые навыки, как менять энергетику места, да, как из негативного места делать место позитивным. И самый вот такой приятный навык, самое, ну, наверное, лучшее, что можно сделать – это организовать место силы у себя в доме. Почему? Потому что место сил у человека очень важно. Это своего рода дополнительный источник энергии, это дополнительный источник позитивных энергетических вибраций. И этим источником можно управлять по своей воле. Субтитры создавал DimaTorzok